В стенах Тульской духовной семинарии состоялась презентация очередной книги Олега Сенина своим творчеством, призывающего окружающих жить на радость людям и во славу Божию. Название книги появилось у меня уже давно. Оно даже не появилось, оно как-то вот снизошло на душу. «Благодати – светлое крыло». Но ведь слово «благодать», оно означает выражение любви и милости Божьей по отношению к нам, недостойным. Благодать – это всегда дар. Мы его явно не заслуживаем, но мы его получаем. И когда мы, сознавая свое недостоинство, это вот воспринимаем от Бога, то у нас не может не родиться ответного отклика, встречного отклика на ее любовь. Представляя новую книгу Олега Сенина, руководитель культурно-просветительского центра «Фавора» Марина Михайлева отметила ее необычную структуру и смысловую наполненность. И книга, которую Олег Михайлович так удивительно составил на основе своего жизненного опыта, на основании своего глубокого понимания русской подлинно христианской литературы, в соединении с восхитительными произведениями христианских авторов предыдущих лет, вот эта книга для нас настоящий подарок. Выбор места встречи с читателями и поклонниками не случайно. Олег Сенин является преподавателем предмета христианства и литературы Тульской духовной семинарии. Книга Олега Михайловича Сенина, преподавателя христианства и литературы Тульской духовной семинарии, настраивает ее читателей на приобщение к личному христианскому современному опыту жизни Церкви Христовой. Церковь полна Христом, и это самое достаточное состояние Церкви. И в каждой личности, в каждом христианине этот факт преломляется по-разному. Но отобразить его в книге может не каждый. Отобразить может тот, кто имеет дар слова. Вот к этому дару через эту книгу мы и приобщаемся. Студенты Тульской духовной семинарии через творчество своего преподавателя перенимают опыт, который, несомненно, поможет им в грядущей пастырской работе. Мне книги Олега Михайловича Сенина нравятся тем, что через свой жизненный опыт он показывает, как не нужно идти на сделку со своей совестью, и как любое жизненное испытание – это для человека урок и Божий промысел. Нельзя быть маловерным, и вера в Бога должна быть крепкой. Говорят, что для того, чтобы стать умным, достаточно прочитать 10-15 книг. Но чтобы их найти, нужно прочитать тысячи фолиантов. Неважно, на каком месте в личном списке каждого человека окажется произведение Олега Сенина. Потому что лично он уже нашел свою самую важную книгу – Библию. А теперь приближает читателей к тому, чтобы она стала главной и в нашей жизни.